С каждым гостем при подготовке программы «Круглый стол» у нас происходит каждый раз разная история, скажем так. С кем-то приходится очень долго договариваться, доходило до месяца, кто-то сразу по телефонному звонку, кого-то приходилось и поуговаривать. Были и такие ситуации, когда люди сами писали и говорили, можно мы поучаствуем у вас в программе, поговорим и так далее. С сегодняшним гостем ситуация вообще сложилась неоднозначно. Я лично думал, что долго будем договариваться, может быть, будем отсылать какие-то вопросы дополнительные. Но случайно встретились в коридоре одного из судов Оренбурга, и это было неделю назад, и мы договорились. Я Александр Жарков, Петр Рукин, мой коллега, и у нас в гостях на программе «Круглый стол» прокурор города Оренбурга Андрей Владимирович Жугин. Здравствуйте. У Петра вопрос, я ему рассказал, как мы с вами разговаривали. Да, у меня сходный такой вопрос. Александр говорил, что когда он подошел к вам и сказал, что хотим пригласить вас на нашу передачу «Круглый стол», и вы так реагировали, сказали, это вы с Рукиным, который ведете, да? Он напрягся. Да, да, нет, не так. Вы знаете на нас, потому что смотрите «Круглый стол» или мы у вас… Или профессиональный интерес. Или профессиональный интерес, а может, в разработке. Нет, я смотрю вообще вашу программу два раза в день. Это утром в 8 утра и в 8 вечера, когда ухожу с работы. И те сюжеты, которые вы выпускаете, ну, вы как оператор, Александр как корреспондент, и все ваши девочки-корреспонденты, они служат нам какими-то основаниями для проверок. Я уже Александр в кулуарах говорил, что последний ваш сюжет очень интересный про зарплату. Вот, ну, побольше бы таких сюжетов, потому что люди, ну, редко обращаются в органы прокуратуры, когда уже действительно прижмет, им проще рассказать на камеру, корреспонденту поделиться. И мы берем ваши сюжеты, они основания для проверки, и они, в общем-то, все реализуются, вплоть до возбуждения уголовных дел по зарплате. Ну, не зря же существует... Конечно, называют, что мы хорошие. Не зря же существует, да, закон, согласно которому информация, которая появилась в эфире официального СМИ, о преступлении или готовящемся, да, это основание для проверки. Андрей Владимирович, мы к работе вернемся чуть попозже. У нас, знаете, такой вопрос. Вот мы сегодня с Петром, допустим, устанем после работы спокойно, пойдем в бар, выпьем, там, посидим, поговорим, да, и так далее. А я думаю, что вечером заняться сегодня. Ваша служба все-таки вносит некоторые коррективы в обычную жизнь. Вам уже не прийти вот так вот, да, в заведение и не посидеть, может быть, как раньше, там, как, до того, как вы начали работать в прокуратуре. Как отдыхаете? Как вообще из ситуации выкручиваетесь? Ну, это спорт. Я уже более 10 лет занимаюсь. Ну, спортом, наверное, это трудно назнать. Это физические упражнения, какие-то тренировки. Потом все-таки это чтение книг, это какие-то хобби. Вот у нас у работников, там, вплоть до шахмат, плавания. То есть у ребят есть разнообразный отпуск. А так, конечно, да, не случайно же есть термин у психолога профессиональная деформация. Потому что столько всего пропускает через себя. Вот, представляете, девочка или мальчик приходит после студенческой эскамии с ноль жизненным опытом, и она этот жизненный опыт проворачивает через себя путем общения с людьми, у которых проблемы. И приходят к нам люди не с чистыми эмоциями, не с позитивом, а рассказывают, какая у них сложная жизнь, как помочь. А органы прокуратуры – это единственный в России, наверное, такой правоохранительный орган, который, в общем-то, надзирает за всем. Не случайно наша основная цель – это общий надзор, так называемый, соблюдение федерального законодательства. Это, я вот всегда говорю, начиная от сосулек зимой и заканчивая вот этой темой избитой. Я знаю, вы ее поднимете, это транспорт, это вот эти кафе, которые продают круглосуточное пиво и все заведения. Все, что происходит в городе, и мы настолько вовлечены в эти процессы, что, безусловно, остаться каким-то, ну, в какой-то, может быть, защитной скорлупой – это невозможно. Естественно, нужны какие-то разрядки, какие-то увлечения, какие-то хобби. Ну, вот раз уж упомянули сейчас эту тему транспорта, да, вот по, если не ошибаюсь, по инициативе прокуратуры был, пойдет вопрос о законности выдачи лицензии на 52-й маршрут, и в суде было доказано, да, что лицензия там, ну, или разрешение на перевозке было… Отзывают ее. Отзывают, да. Но у нас много маршрутов. Я правильно понимаю, что решение суда по этому маршруту, это является таким прецедентом, чтобы в дальнейшем разбираться по другим маршрутам. Цель одна – это соблюдение закона о конкуренции и соблюдение федерального закона о пассажирских перевозках. А там четко написано, что, да, есть такие временные разрешения, время свидетельства, которые даются на пять лет. Эти пять лет истекли, и теперь нужен конкурс. Ну, администрация, в общем-то, не очень удачно пока проводит этот конкурс, о чем свидетельствует предписание и ФАС, и наше представление. Но, тем не менее, мы к этому придем. Аше свидетельство, наверное, уже, ну, в общем-то, время их истекает, и необходимо проводить конкурсные процедуры. И чем больше перевозчиков заявится на этот конкурс, соблюдение этих конкурсных процедур – это уже другой вопрос. Конечно, здесь будет и общественный надзор свой осуществлять, безусловно, к этому будет приковано внимание общественности, и вашего телеканала, наверняка, потому что у вас были в гостях представители перевозчиков. И, конечно, мы не останемся в стране, как и органы ФАС. Но конкурс сам по себе, он создает условия конкурентоспособные, это антимонопольное законодательство должно соблюдаться. Не случайно, допустим, в городе очень мало низкопольных автобусов. Я до сих пор помню эту цифру, которую мы во время проверки установили, в городе 14 тысяч инвалидов, то есть это маломобильные группы населения. И переполненный ПАЗик, человек маломобильный, безусловно, с какими-то сложностями он прикасается. У нас их в городе нет. У нас очень мало автобусов большой вместимости, у нас очень мало новых автобусов. Посмотрите, парк, я абсолютно сейчас не на какой стороне. Я прошу понять меня правильно. Я только за конкуренцию, за транспарентность и прозрачность. И поэтому те перевозчики, которые зайдут на конкурс, будут соответствовать этим критериям, которые выработает наконец-то администрация, что сейчас не сделано, о чем говорят и всевозможные нарушения с их стороны. Думаю, что город от этого только выиграет. Все-таки вы наверняка бывали в разных областных центрах. Мы же стремимся к лучшему. Уфа, Казань, посмотрите как. И когда мы занялись работой с горсоветом по этим пивнушкам, так называемым, мы тоже брали пример областные центры ПФО. Ведь их там нет. Посмотрите, у нас вся жизнь переместилась в иной поселок. У нас в центре ноль деловой активности. Вот вы расположены в центре, и наша прокуратура тоже в центре. Егитская, Чечерина, Гугучинский, Иваново. Для жителя города Оренбурга это такие священные слова. Ивановский, Брыкин. Ну вы зайдите, посмотрите. Саманки, полуразрышенные дома. Не случайно администрации все говорят. Ну когда же они наконец снесутся? Да, надо сносить. Но что строить? Охранное обязательство. Там тоже. У вас сейчас пивнушками как-то решится вопрос? Медленно, но верно. Я все-таки надеюсь. У меня был ряд эмоциональных таких выступлений. СМИ любят их тиражировать. Медленно, но верно. Я думаю, что количество все-таки придет в качество. Вот сейчас, конечно, похвастаться нечем. Все миски всего мы выиграли. Суде. Тут и вопрос к администрации. Почему целый комитет потребительского рынка за эти полтора года, там, единичные иски, с чем это связано. Но они должны уйти. Это вчерашний день. Понимаете? Когда покупают порошковое пиво и подают его 90 рублей за литр, но это не пиво. Это какой-то напиток. Я согласен с этим. Я тоже негодую. Поэтому, когда это все круглосуточно продается, в шаговой доступности. Смешно, да, банально. Вот мы завалены письменными, как правило, чиновники говорят на это. Но это действительно так. Поэтому здесь все полномочия у нас есть, как и полномочия в органах местного управления. Будем работать. Две минуты у нас до. Сейчас такой небольшой вопрос. Я в прошлом году осенью мы приезжали в прокуратуру к вам. И было большое собрание. Были представители городадминистрации, представители округов. Это была осень, правда. По поводу торговли на улицах. Как сказать, не уличной, как несанкционированной торговли. Да, да, да. Стихийные рынки, скажем так. У меня такой вопрос. Может быть, это собрание попробовать в этом году провести весной? Потому что стихийные рынки уже прошли и провели собрание. Вот что делать? Тогда прошли, да? В преддверии предстоящих стихий Да, может быть, не в конце Не после того, как все закончится А перед проводить Вы репрезентативная же группа Вы выражаете Нечаяние горожан Поэтому мы, естественно, прислушаемся Но вообще, это тоже проблема Ведь штраф за несанкционированную торговлю Вы будете смеяться 500 рублей Полагают административные комиссии города Казалось бы, они выезжают Комитеты Выезжают административные комиссии округов Вы знаете, бахчевыми культурами постоянно торгуют Потом с газелек, с мест Естественно, там никаких нет Ни сертификатов соответствия Штраф 500 рублей То есть люди платят штраф И спокойно Я могу сказать, что в прошлом году Комиссии заработали на эти штрафы всего 2 миллиона рублей То есть это копейки И некоторые вообще просто не платят Дают там какие-то не свои данные Другого человека Вот вопрос Давайте мы сейчас на рекламу уйдем Режиссер потом, чуть вторая часть подольше у нас Да, на рекламу сейчас уходим Не переключайтесь Мы продолжаем Это круглый стол Я Александр Жарков Мой коллега Петр Рукин У нас в гостях Прокурор города Андрей Владимирович Жугин Вот мы затронули тему Отношений с городской администрацией На многих совещаниях Которые проводит мэрия Вы присутствуете Не первый год в Оренбурге служите Да и вообще в Оренбургской области Я так понимаю Вся карьера ваша проходила Знаете главу города Знаете замов Наверняка за руки здороваетесь Но когда прокуратура инициирует проверку В администрации Или в действиях какой-то администрации Нет какого-то внутреннего такого дискомфорта Что ну вот вроде знаю я его Да вот мы там ну как дела там Обменялись какими-то репликами Да а тут проверку инициировали Ну прежде всего мы профессионалы Как и глава города Его заместители Начальники структурных подразделений Потому что службы Мы все в первую очередь государственники Они на муниципальном уровне Мы на государственном уровне Поэтому мы просто выполняем свою работу И мы стремимся Как и администрация города Так и мы Выполнять все качественно и достойно Поэтому здесь Не надо личных отношений Вот я сейчас упомянул что Служба проходит ваша В Оренбургской области В Оренбурге Да со Светлинского района начали Вот смотрите в органах И прокуратуры И полиции Ну в силовых структурах Часто такое бывает Когда Ну служит человек здесь допустим Да в Оренбурге И тут там согласно приказу Там в Пермь допустим В Краснодар Куда-то еще Вот нет такой Ну как не то что боязни Ну нежелание Ну нравится мне в Оренбурге Не хочу я там на Дальний Восток Предположить Или как в советское время Партия сказала Надо комсомол Ну есть Примерно Или здесь внутренняя Какая-то готовность Такая есть Что возможно Отправят там Ну уже возглавлять регион Допустим Не возглавлять А ведомство Да региональное уже Ну оно присутствует у меня С июня 98 года Когда я впервые Пришел в органы прокуратуры И меня жители Оренбурга Отправили за 450 километров В поселок Светлый Работать следователем То есть с этой поры Я в общем-то каждый год готов Отправиться туда Куда скажет Генеральная прокуратура Прокурор области Опять же это профессиональная Да? Да это профессиональная Конечно То есть у вас в июне юбилей Да своеобразие 20 лет Да 98 год Это вы же были тогда Следователем прокуратуры Следователем прокуратуры Светлый района Годы все еще были неспокойные Сравнивая службу тогда И сейчас Есть отличия Ну в плане преступности Какого-то Беспредела Если допустим Говорить о Светлый районе Первое дело Которое я там расследовал Это было убийство семьи Мать и четверо Трое детей Обвиняемый Попов Подсудимый Я знаю Судили по жизненному решению свободы Он до сих пор находится У нас в черном дефиле Ну и в принципе После этого дела Уже ничего Не страшно И за любое дело Мы брались Когда работал Следователем прокуратурой Ленинского района Ну это действительно Были такие годы Повышенные деловые активности Назовем это так Это 99-2000-е годы Помните Вот эти кафе Казачок Взрыв братьев Николаевых Да-да-да То есть Серьезные были дела Интересные Интересные Мама Николаева Нам вот Некоторое время назад Год-полтора назад Все Звонила Моего сына Который где-то у нас здесь По-моему Да Восьмой колын Да Очень сильно его там Прессуют И жаловался Потом когда досье Мы посмотрели Посмотрели Что это за семья И за что он осужден Ну это кошмар Там маленькая девочка Мама Ну ладно Это небольшое такое отвлечение Там ужасная история Вообще там И те братья И этот Все они там Друг другу стоят А знаете Вот такой еще вопрос У меня Так Я потерял Я потерял Вот эту свою мысль Так Куда же я его записал Надо что-то занять Сейчас Да Надо занимать Самое Вот да У меня был такой вопрос Самое запоминающееся уголовное дело Которое Вот Было Ну может быть Под вашим руководством Может быть Вы расследовали Это семья Или что-то все-таки было Может какое-нибудь интересное Не знаю Может быть Вы помните Это был регистратор Она жила на Челюцкинце В 17 Вот этот Довольно известный дом Ее сожгли Изнасиловали И там была Целая группа таких Риэлторов Но осудили К сожалению Одного Там не удалось доказать Некий Марков До сих пор бывает наказание Ну а если о том Как говорить Что было интересно Вот Вы все помните Был такой вор в законе Он и сейчас есть Рашид Качатрян Он бывает наказание Конечно Да И когда впервые Из-за чего все началось Это дело Это было Массовое Массовые порезы ВК-1 Справедливая колония Я был прокурором По надзору тогда И мы возбудили дело По массовому неполновению И тогда Станица Кущевская Она была неизвестна На федеральном уровне И мы ездили С сотрудниками ВД области Туда в Кущевскую За этим Рашидом Его там задержали Он пересекал границы Краснодарского края Это стечение обстоятельств Или он как-то был связан Ну мы его объявили в розыск И он уехал в Анапу И задержали его в Краснодарском крае И Кущевка была ближе Ближе всех Чтобы выйти с ходатайством В суд И его арестовать То есть мы там В Кущевке его арестовали И сюда везли его На полицейской газели Такое путешествие было Еще и на машине Да Ну это так быстрее чем Поездом Прошло 11 лет А вот это я все помню До сих пор Очень такие были Скажите А угрозы были какие-то Ваш адрес За все ваше время Любовно были Разные были моменты Поэтому Ну к этому Как вот Опять же Это нормально Понимаете Вот Не надо смотреть Вот эти фильмы Где показывают Каких-то суперменов Мы же Люди которые вооружены законом Закон дает нам все Дает и защиту В том числе и профессиональную Социальную Он дает нам гарантии Наша задача Только правильно исполнять закон Ну и осуществлять надзор Чтобы это приносило Пользу людям Защиту людям И все И больше можно ни о чем Не беспокоиться Поэтому вот эти все факторы Факторы риска Как я их называю Вот избитая такая пословица Не хочешь не знаешь как поступить Поступают в закон Но она действительно верная Вот по отношению к нашей профессии Может быть у полиции Там немножко Больше каких-то нюансов Все таки Сфера деятельности Такая Соперативники Я знаю вы очень любите Оперативников А сюжеты все время Такую тему Ну да И вы немножко схожи с ними Они всегда по грани Они работают Где-то можно Разговаривать там С теми лицами Которые по ту сторону Бурикад Где-то здесь А у нас она Очень четко и ясная Есть закон И мы не отклоняемся Не нают от него Поэтому здесь В общем-то Я защищен законом Понял А вот всегда хотели стать Именно работником прокуратуры Да Вот почему-то такое желание У меня было желание Еще быть спортивным журналистом Я очень люблю футбол Но потом оно пересилило И я Да Всегда хотел работать в прокуратуре То есть это был в свое время Осознанный выбор Когда поступали на учебу И соответственно Вот сейчас многие говорят Вот Лев Шейнин был такой писатель В 1937 году И его потом репрессировали Но он был сидит Великий следователь Он оставил себе записки Вот после прочтения этой книги Да Там очень все так красочно описывается Как он расследовал Это было 1936-1937 год Это были годы большого террора Но тем не менее Тогда были еще и бытовая преступность Ну кроме тех дел По статье 58 Так называемой Людей отправили в лагеря И расстреливали А Шейнин Он занимался Да Он и 58 И расследовал Ну и расследовал бытовые И очень интересно Все это описывал Он был друг Вышинского И впоследствии Потом сам попал под репрессии Был В общем-то осужден незаконно Но очень интересная книга Андрей Владимирович Ну давай Смотрите А в прокуратуру На работу может устроиться Любой выпускник Юридического факультета Или нашей юрокадемии Абсолютно А это не юридическое образование Нет, обязательно юридическое Вот у нас сейчас уже лет 5 действует Спасибо прокурор области Такой институт Как общественные помощники То есть человек Допустим Я даже могу обратиться Сейчас к людям Которые учатся на 4-5 курсах Он может прийти в прокуратуру Прокуратуру области Сказать Заявить о своем желании В дальнейшем работе в прокуратуре Его направят Если он городской То к нам Он будет иметь статус Общественного помощника И при образовании Какой-то вакансии При наличии характеристики Хороший Наставника Естественно Он подлежит Приоритетному праву На зачисление на должность Поэтому я предлагаю Всем воспользоваться Вот у нас сейчас Мы и смотрим на человека Он как минимум Полгода к нам ходит Можно с 4-го курса Можно с 3-го курса Потому что у нас Практически все Общественные помощники Получили место То есть выпускники Юридических факультетов Юрокадемии Они скорее всего Не нужно будет ломать голову В поисках работы Ну если эта работа нравится Ну разумеется Хотя вот рабочий день Ненормирован И все тяжело Я уже в первой части Нашей программы говорил Какие риски Сопровождают эту работу Ну это понятно Даже Ольге Евгеньевне Позвонишь Бывает Ольга Евгеньевна Ой Саш Я в командировке И понимаешь Опять же Возвращаясь Другим правоохранительным органам Ну для понимания Все-таки Следственный комитет И полиция Я абсолютно Уважаю их труд Но прокурор Это штучный товар И прокурор Это воплощение законности Особенно в нашем городе Где все друг друга знают На прокуроров Обращено особое внимание Кто как себя ведет У кого что написано В соцсетях Кто куда ходит Поэтому прокурор Это вот Стандарт Профессионализм А вы соцсетями пользуетесь? Ну я нет Ну у нас не запрещено Но опять же там есть Не то что вы там смотрите А зарегистрированы Ну страницы может быть Ну люди да Кому-то это нравится Это не запрещено Это не запрещено Ну там есть свои стандарты Конечно там Естественно Нельзя выкладывать какие-то там Ну это разумеется Да И так же у нас В принципе там ерунду Поэтому это корпоративная Фотография с пляжа Да Наверное Они у всех А смотрите Вот эта тема Которая актуальна В последние несколько дней Телеграм Да Мессенджер Он удобен И тема Что и переписываешься Вроде тут же И позвонить можно И тут же новости Почитал Какие-то короткие Причем любые Которые тебе нужны Анонимный Телеграм канал Вы имеете ввиду Ну как анонимный Там же такие же чаты Ну да То есть там да Можно сделать секретный чат Чем пользуются Конечно там всякие Личности непонятные Но в то же время Можно спокойно переписываться Как в лайбере Ну суд вчера Сказал свое слово Последний Роскомнадзор будет блокировать Ну это в общем-то Судебный процесс Если тема про интернет То да Действительно Есть очень много Всяких сайтов Которые в общем Прокуратура то и блокирует Это взрывчатых веществах Еще каких-то Экстремистских проявлениях Это наша задача И блокировать Через Роскомнадзор Ну легче Вот стало работать С появлением интернета Вот вы же застали Возможность Я делал же Да Когда вот как бы не было Прекрасный Петр вопрос Вот я действительно Задумывался над этим Это две стороны медали С одной стороны Стало намного проще Потому что есть обратная связь Вот у меня утром Начинается Я уже говорил С просмотра новостей На Время ТВ Потому что такая Ну Информация о всем городе Что происходит Плюс это какие-то сайты Местных изданий Это обратная связь То есть ты можешь сразу Сделать решение о проверке Какие-то произвести Управленческие решения Но в то же время Мы понимаем Что интернет Ну это такая Бездонная бочка Где все содержится Ну да И наша блокировка Наших сайтов Там когда в месяц Там по 20-30 Таких сайтов Начинает АУЕ Да Знаю что вы занимались Этой проблематикой И заканчивая Там синие киты В прошлом году Прогремели Потом как бомбу сварить Мы сейчас уже даже До анонимайзеров доходим До VPN Конечно не дошли еще Но зеркальные сайты И анонимайзеры Мы тоже блокируем Это отдел какой-то Специальный Это простой Обычный работник прокуратуры Это меняется В обязанность Каждому сотруднику То есть на своем направлении Допустим он занимается Несовершеннолетними Он и должен смотреть Вот эти сайты АУЕ Экстремического содержания А заявления от граждан Поступают именно на сайты В прошлом году было заявление По Вот АУЕ Очень много было заявлений Мы их блокировали Конечно все не заблокируешь Интернет Это Ну да Сегодня заблокируешь Две страницы появилось К сожалению Администрация проста К сожалению Время наше закончилось Всем напомню Что у нас в гостях был Прокурор Оренбурга Андрей Владимирович Жугин Я Александр Жарков Петр Рукин Смотрите нас на Орен ТВ Также на нашем канале В Ютубе Орен ТВ онлайн В официальных группах Вконтакте В Фейсбуке Орен ТВ онлайн А также Ищите наш аккаунт В Инстаграме Орен ТВ опять же И в Телеграме Пока его не заблокировали Пока не заблокировали Спасибо Спасибо До свидания До свидания